13-я внеочередная сессия Совета депутатов города Бердска началась с церемония вручения заслуженных наград берчанам. За многолетний добросовестный труд медалью Законодательного собрания Новосибирской области «Общественное признание» была награждена Валентина Шлыкова. Затем Михаилу Томченко, Игорю Еремину и Василию Архипову были присвоены звания «Почетный работник физической культуры и спорта города Бердска». После торжественного награждения депутаты перешли к работе сессии, в повестку которой было включено шесть вопросов. Вначале народные избранники рассмотрели проект решения о внесении изменений в решение Совета депутатов о бюджете города Бердска на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Изменения коснулись в части областного бюджета на 460 тысяч рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам. Таким образом, в представленном проекте предлагается утвердить доходы бюджета на 2022 год в сумме 4 миллиарда 20 миллионов 583 и 4 тысячи рублей. Расходы на 2022 год представлены по утверждению 4 миллиарда 195 миллионов 445 и 9 тысяч рублей. Дефицит бюджета не меняется, остается на прежнем уровне и составляет 174 миллиона 862 с половиной тысячи рублей. Прошу проект поддержать и утвердить. Два документа были нами рассмотрены, проанализированы, доходная часть, расходная часть. Все вопросы, которые у нас возникали, мы прорабатывали с главными распорядителями бюджетных средств и с управлением финансов. Поэтому данные заключения готовы и по проекту решения, и по листу поправок. Поэтому контрольно-счетная палата предлагает утвердить данный проект решения. Затем народные избранники рассмотрели проект решения об изменении границ городского округа Берцка, в котором предлагалось внести в границы города территорий, расположенных в Барышевском сельсовете Новосибирского района. Речь идет о трех многоэтажных домах по улице Большевистская, жители которых имеют прописку города Берцка, а также примыкающих к ним территорий общей площадью 26 630 квадратных метров. Также были рассмотрены проекты решения о внесении в границы Берцка территорий Искитимского района, примыкающих к городу. Это у нас парк Победы. Граница города Берцка проходит прямо посередине фонтана. У нас за парком Победы еще проходит лыжно-роллерная трасса, которой в Берчане уже много лет занимаются этой трассой. Поэтому мы и хотим присоединить к городу Берцку с такой инициативой вот этой куска земли, которая находится на территории Искитимского района. Депутатами Совета депутатов были рассмотрены обращения к депутату Государственной Думы Российской Федерации Александру Аксененко, которые касались внесения изменений в федеральный закон об унитарных муниципальных предприятиях, а также о выделении средств на строительство и содержание контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на муниципальных землях вблизи многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом. А также предусмотреть возможность строительства данных площадок на земельных участках, являющихся муниципальной собственностью. То есть мы хотим, чтобы эти все вещи, которые действительно нужно воплощать, шли именно из казны, именно бюджета федерального. Тоже прошу поддержать. Этим мы сэкономим наш муниципальный бюджет. Народные избранники рассмотрели обращение к депутату Государственной Думы Российской Федерации Александру Аксененко о выделении денежных средств на проведение работ по капитальному ремонту зданий взрослых поликлинических отделений номер один и номер два. Все рассматриваемые вопросы были поддержаны депутатами. На этом 13-я, внеочередная сессия Совета депутатов города Бердска завершила свою работу. Субтитры создавал DimaTorzok